Сергея Сергеевна, очень рада, что вы нас пригласили сегодня. У меня к вам такой вопрос. Откройте секрет, почему клиника называется ArtLeo? Многие спрашивают, это имена моих сыновей. Артём и Лев. Всё просто. Здорово. Расскажите, на чём специализируется клиника? У нас клиника эстетическая медицина. У нас все виды инъекционной косметологии, которые на сегодняшний день присутствуют. На косметическом рынке у нас аппаратной косметологии. Также у нас открылось второе направление. Это уход за волосистой частью головы и патология. Очень интересно. Расскажите, я знаю, что у вас есть свой бренд косметики. Есть, да. У нас есть свой бренд косметики. Как у нас на сайте написано, всё лучшее в одной баночке. То есть у нас очень дорогой состав в самих средствах. И мы сделали его доступным для наших посетителей. То есть применение и чёрной икры, и золота, и аминокислот, и пептидов. И всё это гораздо более финансово выгодно для наших посетителей, чем нежели европейские бренды. То есть это и омоложение, и лифтинг, и качество. И омоложение, и лифтинг, и суперпитание. И основная фишка нашей косметики – это то, что не оставляет никакой липкой жирной плёнки. Он невесомый. Несмотря на его богатейший состав, все средства невесомые. То есть нанеся её, через секунд 30 уже не ощущается средство. Но видно, как он работает. Очень интересно. Обязательно попробуем. Это можно, кстати, ознакомиться, зайдя к нам в кабинет. У нас в нашей клинике работают исключительно наши косметики. То есть завершающие средства любой процедуры всё равно используются в косметике ArtLeo. А какие у вас самые популярные процедуры? Смотря по показаниям. У нас нет такого, что какое-то популярное. У нас всё по показаниям. То есть у нас и лазерное оборудование используется, и кресло МЦЛ у нас очень хорошо используется. Инъекционные методы. Мой метод используется часто. А расскажите подробнее. Про мой метод? Да. Метод омоложения с помощью единого прокола с каждой стороны лица восполняется, утраченные с возрастом объёмы, но нет перекачки. В основном боятся наши пациенты. Выкладывается препарат таким образом, что и пролонгация самого препарата идёт на годы. То есть это от классической инъекции отличается. То есть классическая инъекция стоит где-то полгода, и потом пациенту рекомендовано повторить то. Благодаря моему методу стоит от трёх лёд и далее. То есть у нас есть пациенты, которые раз в 7 лет делают процедуру. Но исполняются утраченные объёмы, но без перекачки. И с помощью одного прокола. То есть прокол закрывается через 2 минуты, и наш пациент может нанести макияж и пойти в театр. Ой, это здорово. А по телу процедуры какие популярны? У нас все процедуры популярны. Потому что, в принципе, сейчас идёт такой тренд, как тело, как второе лицо. Сейчас все следят за питанием, все следят за своей фигурой. Поэтому у нас используется вакуумно-роликовый массаж. Мы применяем и аппараты BTL для стимуляции, и мышечного каркаса, и стимуляции мышц тазового дна. Что, собственно говоря, мы наших пациентов тоже фокус внимания в эту сферу направляем. И, к слову сказать, что стимуляция мышц тазового дна у нас 90% – это мужчины, а не женщины. И они довольны, они за собой приводят своих друзей. Вот это очень интересно. То есть на МСЛ в основном у нас приходят мужчины? Мужчины. А как вы именно нашли эту аудиторию? Вы прям целенаправленно на них выходили? Или это нет? Нет, они сами. То есть, как правило, сначала приходят наши пациентки, мы им рассказываем. Ради интереса приводится тоже супруг, потому что мы рассказываем, какая польза идёт для супруга. Вообще для супружеской пары, для их счастливого места пребывания друг с другом. Но, пробуя один раз, то есть у нас наши мужчины чувствуют. Кто-то идёт по показаниям, потому что урологи назначают, а кто-то приходит самостоятельно для профилактической меры. И чувствуют результаты, за собой уже приводят со своих друзей. А расскажите подробнее вот про МСЛ в среднем, или если можно так сказать, сколько процедур вы назначаете? Может быть, в каких-то сочетаниях с другими процедурами? Как правило, это монопроцедура. Сочетание идёт, это если у нас пациент и следит за своим внешним видом, то есть мы добавляем ещё им боди. И здесь идёт прокачка каркаса мышечного, передней брюшной стенки, и плюс тренировка мышц тазоидной. У нас очень хороший показатель именно по осанке. То есть выравнивается осанка, выравниваются вообще все показатели. У нас есть и пациенты, которые делали импедансометрию, где чётко прослеживается, как уходит жировая прослойка, и идёт на рост мышечной массы. То есть вы сочетаны им боди и им селл используете? Им боди и им селл мы используем с сочетанным компонентом. Но по поводу им селла, у нас есть пациенты, которые грамотно подошли к этому вопросу, сделали и УЗИ. У нас же есть УЗИ и женских внутренних органов, и мужских. И то есть изменения мы видим именно документально у нас подтверждено. Подход к пациенту такой, что вот у нас есть новый модный аппарат, приходите, посидите. Нет, мы рассказываем, в чём его плюсы, для чего он нужен. В любом случае, перед самой первой процедурой идёт осмотр специалиста, то есть или это леуролог для мужчин, или это гинеколог для женщин. Делаются анализы, делаются УЗИ, и на основании этого, пройдя курс, идёт повтор анализов, повтор УЗИ. И у нас прям чёткая динамика. Очень интересно эти воли. Интересно, что вы говорите, что у вас больше мужчин. Обычно с МСЛ, почему я ещё удивилась, из-за интереса вас, потому что у вас в основном больше женщин. Ну, изначально он идёт, конечно же, для женщин, особенно у девочек, у которых в анализе есть роды. Ну, и в целом, как я говорю, после 35 он показан вообще всем. Но для мужского населения тоже это большое подспорье, потому что всё-таки и профилактика аденомопростаты, и улучшение сексуальной функции. То есть это вопрос, который волнует большинство и супружеских пар, и самих мужчин. То есть это такая проблема, о которой не принято говорить, но она волнует многих. И, собственно говоря, нет на сегодняшний день такого специалиста, к которому придёт тот же самый мужчина и пожалуется на ту или иную проблему. Потому что пол мальчиков, которые к нам приходили, они говорят, мы приходили с этой проблемой к урологу. Ну, собственно говоря, там или операция, да, или назначение какого-то медикаментозного решения. Но как такового проблема не решалась. Потому что, ну, и мало информированности. Во-первых, крем слоем целы вообще тоже не везде стоит. И в целом, то есть как бы это выход для большинства мужчин. Расскажите, пожалуйста, от пациентов у вас есть отзывы? Может быть, что они говорят? У меня есть смешные даже отзывы. У меня есть один пациент, который каждый раз после полового акта звонит мне и говорит, работает. Ну, классно. Хорошо, что доверяют доктору настолько, что вот в таком моменте, да, идёт озвучивание своего отзыва. Ну, собственно говоря, и как в смс-сообщении. Ну, и то, что они за собой приводят своих друзей. Причём приводят именно не по одному другу, а прям по несколько. Грубо говоря, к нам приходят офисами уже. Да, то есть это потихонечку идёт сарафанная радио с другим мужчиной. Так что всё работает, всё доказательная база у нас есть. И очень часто, конечно же, есть процент определённый, который направляют именно урологи. После операции на предстательную железу и стрессовое недержание мочи. То есть это тоже такой момент, к которому он деликатный и не всегда можно его где-то озвучить. То есть благодаря тому, что есть те же некие брошюры, да, где у нас пациенты могут просто сидя, ожидая своего приёма, ознакомиться и выявить тот момент, который, допустим, их беспокоит. Пробуют, приходят на процедуру, и там после первой же процедуры действительно чувствуется, как прокачка мышц таза у дна происходит. Мужчины, они ответственны в этом плане. Это касается вообще любой манипуляции. Не обязательно крысла МСЛ, да, то есть если им рекомендуешь лазерные технологии, инъекционные вещи, они приходят всегда чётко, всегда вовремя, всегда столько, сколько надо. И что касается МСЛ, то есть вот они ходят стабильно, когда что, и они получают действительно результат. Так что здесь как бы всё объяснимо. Да, это хороший результат. Да, и поэтому как бы ты им говоришь, что, ребят, всё-таки это идёт воздействие, да, нужно посмотреть, чтобы у нас выявить, есть или нет противопоказания. Они спокойно, они тратят всё-таки своё какое-то некое время, записываются к урологу, получают разрешение и выполняют. Екатерина Саверина, спасибо вам большое. Я желаю вам побольше пациентов, таких осознанных пациентов, с такой аудиторией. У меня даже хэштег есть, у нас наши девочки, наши мальчики самые красивые. У нас все осознанные и все красивые. Да, спасибо. Спасибо большое, что позвали нас в гости. С удовольствием приедем ещё. Вам всего самого лучшего, благодарных пациентов. Спасибо большое. Спасибо вам.